ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ К трем преступлениям добавляет такой-то народ четвертый. Не пощажу, говорит Господь, накажу всех, изгоню в изгнание. Все очень хорошо с точки зрения иудеев, с точки зрения израильтян. А я напомню, что тогда царство разделено, тогда есть южное иудейское царство, и тогда есть израильское северное царство. Амос, он пророк из северного, из израильского царства. То, что народ, в общем-то, един, это понимают более или менее все. И Амос, в частности, говорит о Иерусалиме, не просто столице южного царства, но о священном городе, где находится храм, как о месте, откуда говорит Господь. Но это другая страна. Вот представим себе в сегодняшних реалиях, что это не, допустим, Москва, а это, к примеру, Киев, город, который расположен по другую сторону границы, и отношения политические довольно сложные. Но при этом Амос понимает, что именно там находится этот самый храм, и надо именно к нему обращать свои взоры. Но что же означает то, что там находится храм? Что народ, который там живет, он полностью прав, что это государство, в отличие от всех окрестных народов, совершенно прекрасное, что мы же патриоты, мы же должны свой народ хвалить. Да ничего подобного. Правда, это еще не свой, это еще близкий, братский, но несколько чужой для Амоса народ иудею южное царство. Итак, так говорит Господь, к трем преступлениям добавляет иудея четвертое, не пощажу, те же самые слова, которые об этих языческих царствах. То же самое, оказывается, происходит. А что же, тоже жестокость какая-то. Вот те народы обличались за то, что они там спаровали беременным животы, и что они там продавали пленников на чужбину. Ну, жестокие завоеватели. А в иудеи, вроде бы, они терпят завоевание, а сами не завоевывают никого, значит, это не к ним относится. Они отвергли закон Господень, установили линии моих, не сохранили, сбила их с пути та же ложь, за которую шли их предки. То есть, смотрите, если по отношению к язычникам применяются, ну, что называется, такие общегуманитарные критерии, да, вот жестокие завоеватели, которые уничтожают беременных женщин, которые всех порабощают, они будут наказаны. То к иудее, у нее есть закон Господень, уже совершенно другое отношение, она должна сохранить этот закон. Да, есть такое нравственное, естественное право по отношению к язычникам, оно есть у них тоже, оно есть у всех. И есть непосредственно израильтянам данный закон, вот они его хранят. Иудея его не сохранила. И даже не уточняется, что. Пошлю огонь на Иудея, уничтожит он чертоги Иерусалима. Ну, в этот момент израильтяне, северное царство, соплеменники Амоса скажут, да, конечно, эти плохие по ту сторону границы, наши братья, у них все плохо, у нас-то хорошо. И вот тут, вот тут Амос, после очень краткого обличения сирийцев, аммонитян и иудеев родственного, но все-таки отдельного царства, переходит к очень долгому, подробному и очень обидному, и очень непатриотичному для нас с вами обличению своего собственного народа Израиля. Потому что именно свое-то болит больше. Потому что именно Израиль оскорбляет Бога так, как никакой другой народ. Ведь это его народ, ведь это народ, который живет с ним в союзе. И Амос, как настоящий патриот, говорит не о том, ура, мы всех разбили, ура, мы самые крутые, или нас все обидели, а мы самые несчастные. Но он говорит, смотрите, все плохие, да, но мы-то хуже всех, потому что нам дано больше всех. Так говорит Господь, к трем преступлениям добавляет Израиль четвертое, не пощажу. А дальше очень подробный список, что они конкретно делают. Про иудеев сказано, да, там абсолютно все то же самое, но мы будем себя обвинять перед Богом. Или точнее, Амос говорит, я буду свой народ обвинять, а не чужой. Про чужой я сказал, что там то же самое творится. Так вот, что же творится в Израиле? Как они не соблюдают закон Божий? Ну, можно представить себе, жертвоприношения не делают, молятся мало, постятся плохо, не читают книг закона Божьего, Моисеева закона, да? То есть вот религиозная жизнь у них в какой-то упадок пришла. У нас же часто, так понимается, греховность перед Богом. А вот Амос начинает совершенно других вещей. «Продают за серебро невиновного, нищего за пару сандалий, топчут головы бедняков, словно прах земной, нищим проходу не дают». Смотрите, отношение к самому низкому человеку в обществе, к низшему сословию, это и есть критерий отношений с Богом. Они, может быть, при этом глубоко религиозные люди, может, они в храм каждый день ходят, жертвы приносят регулярно, да? Но вот пока они продают за серебро невиновного и нищего за пару сандалий, ну, то есть пока они к другому человеку относятся как к источнику своего обогащения и нарушают даже справедливость в отношении него, а милосердие даже речь не идет, вот до тех пор с Богом у них не будет никаких отношений. И это, наверное, основная весть, которую приходят пророки сообщить своему народу. «Не думай договориться с Богом, пока ты притеснеешь бедняка». И дальше, это не только касается притеснений, это касается личной жизни. Отец и сын ходят к одной девице, оскверняя мое святое имя. То есть мало того, что это блуд, но это еще и некоторое кровосмешение, когда с одной и той же блудницей спят и отец и сын. «Возлежат они при каждом жертвеннике на одежде, полученной в залог, и пьют в храмах своих богов вино, что взятого в оплату штрафа». А вот тут и только тут он переходит к обвинениям в язычестве. И обратим внимание, что язычество, которое, конечно же, для любого верующего в единого Бога является тяжелейшим преступлением против этого самого Бога, оно как бы фоном проходит. Не просто они там поклоняются своим богам, но в этих храмах они пьют вино, которое взято в оплату штрафа. Получается, что эта языческая жизнь, она, собственно говоря, вытекает вот из этой разгульной, не просто разнузданности, когда там они и по бабам бегают, и пьянствуют всячески, но они сначала берут штраф, они сначала несправедливо людей наказывают, бедняков, очевидно, все у них отбирают, а потом наслаждаются жизнью и в языческом храме это делают. Но что еще интереснее, в древнееврейском тексте Бог называется словом «элогим». То же самое слово обозначает богов во множественном числе. И, может быть, можно это понять, как пьют в храме своего Бога, и они все равно единобожники. Но если они делают это так, они ничем не отличаются от язычников. Для них их Бог тогда – это просто повод, во-первых, обидеть бедного, повод провизнести себя, и, во-вторых, повод отдохнуть, напиться как следует в этом самом храме. И возлежат на одежде, полученной в залог. То есть было правило в Моисеевом законе, что нельзя брать последнее. Нельзя брать залог одежду. Вот если у человека есть запасная одежда, он может дать в залог, когда он долг берет или когда он не может расплатиться по обязательствам. Отдать вторую одежду, но первую брать нельзя. Нельзя, чтобы я голый сейчас перед вами сидел. Вот эту одежду с меня снимать нельзя. А они снимают и возлежат еще при жертвенниках. То есть они с комфортом расположились, им нравится такой образ жизни. «А я, – говорит Бог, – а я, – чтобы дать вам место, – истребил амореев, которые были высоки, как кедры, и крепки, как дубы. Я уничтожил плоды их наверху, выкорчевал корни их внизу. Идет речь о тех народах амореев, в том числе, которых Господь изгнал из израильской земли, чтобы поселить там израильтян. И он говорит, смотрите, я все для вас сделал. Я другие народы изгнал языческие, нечестивые, ну а вы-то что, делаете то же самое? Зачем тогда я все это делал? «Я вывел вас из египетской земли и водил по пустыне 40 лет, чтобы землю амореев вам отдать». То есть Бог говорит об этом прежде всего потому, что он связан личными отношениями с этим народом. Это не просто Бог, который там где-то сверху смотрит, мне сверху видно все, и давайте я вас накажу, раз вы плохо себя ведете. Но Бог устами пророков говорит, как тот, кто сделал для этих людей все, а они ему ответили неблагодарностью, они ему ответили безразличием, они ему ответили, сделав его средством собственного обогащения, возвеличивания, развлечений в конце концов. Да, венцо попить в храме, как хорошо. И вот это именно личное оскорбление, которое они наносят Богу, а не просто нарушение каких-то абстрактных прописанных правил. «Нельзя, а вот вы сделали, но за это получите». Это именно оскорбление, нанесенное Богу. «Из ваших сыновей я воздвиг пророков, из ваших юношей – назореев». Назорея – особый такой статус, который был в Ветхом Завете, что-то вроде монашества. Человек давал определенный обет и не пить вина, например, там не брить бороды, не стричь волос и служить Богу. Это были внешние признаки его такого особого посвящения. То есть, он давал этим людям тех, кто пробуждал их веру, кто каким-то образом напоминал их о Боге. Бог сделал все для них, чтобы они жили, как его народ. Но они не хотят. Разве не так, сына Израилева? Пророчество Господа. То есть, вот Бог предъявляет эти обвинения. И что же вы делали? Я воздвигал пророков, я Назореев к вам посылал. А вы, Назореев, поили вином. Пророкам запрещали пророчествовать. Назореи не должны были пить вина. Это такая аскетическая их практика. Ну, как бы постились в таком отношении на алкоголе. А вот вы поили вином Назореев. Вы даже не сказано, их убивали, там, обижали. Хотя и такое бывало. Но вы превращали это все в бесконечный праздник жизни. Вот вся эта ваша религия сводилась к тому, что вы хорошо пожить любили. А вас не интересовала суть. И пророкам потому запрещали пророчествовать. Не нужны вам пророки. Потому что пророки несут до вас некие слова от Бога. Они несут вам некую весть, которая не даст вам насладиться жизнью так, как вы хотите. Вот это еще одна основная весть, которая у всех пророков и у Амоса, как, может быть, у хронологически первого пророка, оставившего свою книгу, весть эта звучит с самого начала. И дальше все будет плохо. Так же, как и с остальными народами. Интересно, что вот другим народам Господь обещает всевозможные наказания, которые связаны, ну, с их изгнанием, с тем, что вот ассирийская жестокая империя их разгромит, разрушит и все такое прочее. А здесь он говорит как бы изнутри самих этих людей. Он говорит, смотрите, кто быстро бегал, забудет, как бегают могучий богатырь, голым окажется, да, лучник не устоит, всадник не ускачет. То есть, вот вы пытаетесь жить, как вы хотите, своими силами, вы пытаетесь добыть себе развлечения, пропитание и все остальное, ну, как вы сами умеете, да. Так вот, я сделаю так, что у вас даже то, что вы умеете, лучше всего перестанет получаться. Я покажу вам, какие вы слабые. И это логичное наказание, да, то есть, это не наказание по принципу всех убью, там, всех побью, всех прогоню, как часто будет в Ветхом Завете. Но покажу вам вашу слабость, поставлю вас в ту ситуацию, когда у вас не останется надежды на эти свои собственные силы. И пророк, опять-таки, человек, который приходит и эти вещи говорит людям. Очень, еще раз скажу, не патриотично, если понимать патриотизм, как вот такое самовозвеличивание своего народа, как бесконечные слова о том, какие мы крутые, как у нас все будет хорошо. И очень патриотично, если задуматься о пророчестве, как о способе изменить свой народ, сообщить ему то, в чем он действительно нуждается. Ну, это мы дочитали вторую главу, а в следующий раз почитаем третью, и там об этом подробнее. И четвертое, и дальше много будет о израильтянах, которые забыли о Боге и живут так, как им хочется и нравится.